Чемпионат Республики Беларусь Мы не теряемся, даже в тренировочном процессе Мы всегда поддерживаем свой уровень И сколько бы там ни было месяц или два Мы стараемся поддерживать себя После выхода в полуфинал чемпионат стороны Задача минимум – награды Главного соревнования белорусского клубного волейбола В медалях, конечно, все мечтают и думают об этом Но посмотрим, как будет слаживаться дальше наша судьба Наташа – одна из самых опытных жемчужных волейболисток Она – воспитанница спортивной школы Мозорского нефтеперерабатывающего завода И вот за долгие годы своей славной спортивной карьеры Не превратился ли волейбол в исключительно работу? Не угас ли огонек страсти и интерес к этой удивительной игре? Да, это удовольствие, эмоции и, как можно сказать, адреналин получаешь от каждого выигрышного мяча Безусловно, внесла свою лепту в успех «Жемчужная полеся» в нынешнем сезоне Ирина Марцута Интересная пасующая, которая может быть довольна как своей игрой, так и игрой своей команды А она завершила предварительную часть чемпионата стороны на первом месте, завоевав пропуск в полуфинал Я очень довольна, что мы остаемся на первой позиции С начала чемпионата мы держимся очень уверенно И рада, что, несмотря на то, что в команде появились новые игроки, мы стали сплоченные, мы сыгрались Ну и впереди будем работать над дальнейшим улучшением какой-то стратегической части нашей игры Ирина тренировалась в майке Брестского прибужья, в котором ей выпала часть играть И с которым ее нынешний клуб «Жемчужная полеся» встретится, по всей вероятности, в полуфинале 32-го чемпионата Республики Беларусь Наверное, после последней встречи в рамках регулярного оперинства, когда наша команда победила Сочин 3-0 моральное преимущество на стороне мазырянок Я считаю, что мы переиграли их в защите и на блоке У нас очень была хорошая защита, хотя команда прибужья тоже отдать должное очень защитная Но мы в тот день были лучше и как команда были более сплоченнее Зачастую на тренировке «Жемчужная полеся» присутствуют дети наших опытных спортсменок Один из ребят – сын Ирины – Михаил И вот не отвлекает ли присутствие подрастающего поколения от выполнения элементов, либо наоборот Участие в занятии самого преданного своего болельщика вдохновляет Марцута Я уже привыкла к Мишке, как был год и семь, он уже начал со мной посещать тренировки Сперва, конечно, было сложно, потому что выбегал на площадку, немножко где-то мешал, хотел моего внимания Но сейчас уже привык, он понимает, что работа – это работа, и маме мешать нельзя Миша Марцута и еще один Миша, сын Ольги Лазицкой, уже обжились в физкультурно-оздоровительном центре Полясь-Арена И пока их мамы совершенствовали свое мастерство, ребята испытывали на прочность инвентарь Ну, а мы перейдем к представителям тренерского штаба И начнем с одного из помощников Михаила Михайловича Коваленко – Дениса Васильевича Захаревича Который рассказал нам о характере проходящего тренировочного занятия Работка посвящена сегодня комбинационной игре И большая часть будет посвящена технике удержания мяча, то есть это защита и атака Что касается всего тренировочного процесса, то каковы его особенности в марте Когда официальный календарь не предусматривает матчей для нашей «Жемчужной полиции» В первую очередь, конечно, большое желание поиграть Потому что все-таки, я уже неоднократно говорил, пока Но чтобы играть, надо играть И, ну, конечно, есть возможность где-то залечиться, где-то Но, тем не менее, мы смотрим в сторону, в большую сторону спаррингов Я уже в команде четвертый год И за протяжение, ну, на протяжении этих четырех лет, скажем так, этот состав такой наиболее укомплектованный О минусах и плюсах без игрового марта перед решающими матчами чемпионата страны Мы поговорили и с коллегой Денис Васильевича Людмилой Александровной, капитан Ну, с одной стороны, хорошо, девчонки смогут отдохнуть, восстановить силы после таких игр интересных и захватывающих А это хорошее время для того, чтобы нам, как тренерам, поработать над теми элементами, которые игроков получают менее успешно Где-то поработать больше над защитой, над мелкими группами мышц Так это как в зале, так и в тренажерном зале Случается так, что помощники Михаила Михайловича ведут тренировку, выступая в роли главного тренера Что, конечно, ответственно и вместе с тем довольно интересно для нашей собеседницы Хотелось бы сказать спасибо Михайловичу, потому что он дает такую возможность мне и Денису Васильевичу проявить себя Он дает нам тренировки утренние, бывают вечерние тренировки, командные действия И глядя на все расписание недели, мы знаем, что сегодня, допустим, сделать утреннюю тренировку без прыжков Больше добавить на защиту над какими-то элементами из тумбы, именно чтобы девчонки руки держали на блоке Поэтому это прекрасная возможность проявлять нам себя как тренировок, это очень хорошо Ну, мне очень нравится, как говорится, быть главным тренером на тренировке, хотя бы заменять в каких-то элементах И ты, конечно, подготавливаешься, с вечера расписываешь под каждого игрока, пары распределяешь Более защитные, более атакующие какие-то элементы на всю тренировку Ну, это приятно и очень хорошо, когда игроки тебя слышат, слушают и выполняют то, что ты от них требуешь Медицинская бригада в лице Николая Дмитриевича Короля и Натальи Сергеевны Багировой Не сбавляет обороты и тренеру-врачу, и тренеру-массажисту, что в игровой период, что в период тренировочный Снижать внимание, объем своей работы никак нельзя Мы, хотя и целый месяц не игровая практика у девчат, но мы все равно продолжаем работать усиленно Потому что мы понимаем, что впереди чемпионат и нам нельзя расслабляться Поэтому тренировочный процесс идет в том направлении, в котором мы придем к победе И что сказать по моей работе, да, у меня тоже продолжается работа Девочек восстанавливаю, помогаю им расслабить мышцы, убрать зажимы какие-то Поэтому у нас работа идет в усиленном режиме и мы хотим победы Уже восьмой сезон Натальи Сергеевны в «Жемчужине по лесу» Она может сравнить команды, их степень мастерства И вот что наша очаровательная собеседница скажет про нынешнюю «Жемчужину по лесу» Образца сезона 2021-2022 Особенности этого сезона «Жемчужины по лесу» намного интереснее Даже болельщики, которые приходят и наблюдают Команда более живая, более желающая прийти к победе Победе в последней игре нашу команду вела капитан Ольга Лазицкая Которая еще только восстанавливается после травмы И вот для Оли как раз таки перерыв Благо есть возможность, время залечить повреждения Чтобы уже к плей-офф предстать перед белорусским волейбольным сообществом во всей красе Ну лично для меня это в плюс, так как я могу восстановиться Еще у меня есть запас времени, чтобы прийти в физическую форму Чтобы, скажем так, подлечилась нога А если брать в целом команду, то это как и плюс, как и минус Потому что плюс в том, что можно подчистить свои огрехи какие-то А минус в том, что нету игровой такой практики Тонуса именно самой игры Не могли мы пройти в беседе с Ольгой Андреевной Тему прошедшего матча с Прибужьей Где Лазицкая вышла на площадку и сцементировала Что ли игру с своей родной, любимой жемчужиной Полесье Которая подарила болельщикам праздник Ну конечно, победа была очень важна и радостна для нас Мы хотели получить эти заветные очки и победу, чтобы пройти этот этап плей-офф И чтобы у нас была какая-то пауза и какое-то преимущество Для меня это было даже немного волнительно В той плане в психологическом Потому что немножко страшно была именно игра у сетки Так как, не дай бог, там оступиться или на кого-то наступить Но спасибо всем, спасибо девочкам Они все-таки помогли Я чем смогла, помогла на задней линии Наташа и Таня, они возяли на себя такую мощность нашей команды С Наташей Дидицкой мы уже побеседовали А вот Таня, Татьяна Трофимова Самая знаменитая воспитанница отделения волейбола из Дюшор-Мозорского Нефтеперерабатывающая завода «Жемчужная Полесье» Вашему вниманию Ну я хочу сказать, что регулярный чемпионат прошел достаточно платворно для нашей команды Мне кажется, рост нашей команды заметен И последняя игра тому яркое доказательство Но не хочется расслабляться перед полуфинальным этапом Несмотря на победу 3-0 над Брестом Я думаю, в полуфинале будет гораздо тяжелее Независимо от того, какая команда пройдет Поэтому мы работаем и настраиваемся еще более серьезно, чем на регулярный чемпионат В Карелии Татьяны вред ли случалось так Что накануне решающих матчей чемпионата возникала месячная пауза И даже с высоты своего опыта Трофимова лишь предполагает, как верно строить подготовку в таком случае Вместе с тем нет никаких сомнений, что Таня отлично знает себя И к полуфиналу воспитанница «Жемчужного волейбола» сможет подойти в надлежащей для победы форме Ну, немножко мы, да, не привыкли к таким, наверное, большим паузам Но, в свою очередь, можно сказать, что есть время для подготовки Есть время для наработки каких-то своих, скажем так, комбинаций домашних заготовок Вот, и поэтому мы работаем над тем, над чем можем А игровой опыт, я думаю, мы не потеряем и вступим в бой в полную силу Еще одна волейболистка с символикой прибуженной майки Виктория Пашкевич Воспитанница брестского волейбола И, кстати, в том матче, когда «Жемчужная полиси» уступила команде с берегов Буга Вика не играла, а два победных поединка прошли с участием Виктории Что характерно и нынешний тренировочный период Как воспринимается наша центральная блокирующая? Ну, скажем так, тренироваться мы продолжаем Несмотря на праздники и все Единственное, хотелось бы, наверное, больше игровой практики Потому что все равно теряется та сноровка и, наверное, та игровая именно форма Которая была у нас, допустим, на играх с Брестом Естественно, хотелось бы, чтобы эта форма сохранялась И в какой-то момент, чтобы у нас какие-нибудь, возможно, спарринги хотя бы проходили Насколько скрупулезно по видео изучает наша волейболистка соперниц Вообще смотрит ли дамы матчи со своим участием или прошла игра, игра забылась? Да, мы... Ну, не знаю, как многие Я, допустим, да, я люблю пересматривать, смотреть, где какие ошибки, в какой момент были допущены Смотреть статистику и, естественно, анализировать свою игру Волейбол, насколько он любим? По-прежнему ли любим? И что он перевнес в жизнь Вики, которая уже оставила свой след в истории полейского, да и всего белорусского спорта? Ой, волейбол принес очень многого Это путешествие по миру, играя за сборную Беларуси, молодежно Скажем так, встреча с мужем, да, хотя говорила, что никогда за спортсмена замуж не выйду, но так получилось Ну, естественно, это, скажем так, наверное, даже не вторая, а первая семья, потому что ты находишься больше всего времени вместе с командой Мартовская пауза в играх словно лейтмати в нашей передаче И для одних спортсменок это отличная возможность отдохнуть, для других залечить травмы, восстановиться после болезни, набрать необходимые кондиции Когда проходят проходные недели, мы стараемся нарабатывать свои изъяны, делаем все для этого Проходные недели даются достаточно тяжело, потому что впереди у нас серьезный соперник полуфинала, и поэтому мы делаем все для этого Дарья, быть может, и не проводит много времени на площадке, не слишком броско играет и со стороны не кажется волейболисткой незаменимой Однако, поверьте, это очень важный командный игрок, который своим характером, ответственностью, мастерством внушает уверенность в общий успех другим жемчужным волейболисткам И в предстоящем полуфинале с брещанками этой воспитанницей Дешор Мозорского нефтепрорабатывающего завода уготована важная роль Последняя игра с прибужьем дала такой большой толчок, уверенность И в дальнейшем, я думаю, мы также сыграем уверенно, впереди все-таки финалы, поэтому все получится у нас Наша следующая собеседница довольно долгое время не появлялась на площадке, вначале из-за травмы ноги, позже по причине болезни В некоторых случаях ее, Викторию Гудкниг, очень не хватало и, к счастью, жемчужинка снова в строю Пусть пока не готова и на все 100%, но для набора кондиций еще есть время Восстановление сейчас проходит полным ходом, я полноценно тренируюсь и буду дальше работать, стараться Волейболистка, во всяком случае, в жемчужине Полесе довольно много тренируется По мнению Виктории, хорошо ли это, правильно ли это, или, может, Гудкниг привержен к теории о наборе надлежащей формы исключительно через игровую практику? Ну, нет, тренировки нам нужны для того, чтобы мы в дальнейшем показывали хороший результат, поэтому все как должно быть Довольно значимую часть своей жизни Вика отдала волейболу, который не утомил ли Гудкниг, не собирается ли завершать свою спортивную карьеру, это романтическая особа Ну, нет, пока я не планировал заканчивать свою карьеру, она только началась, и я надеюсь, что будет продолжаться еще достаточно долгое время Тему значения объемного интенсивного тренинга мы затронули и в беседе с главным тренером женской профессиональной команды Мозовского нефтепорабатывающего завода «Жемчужна Полесе» Михаила Михайловича Коваленко Любая работа перерастает от количества, переходит в качество, поэтому как раз то время, когда можно что-то новое попробовать Разные варианты, разные взаимосвязи, вот, ну, пользуясь этим случаем, скажем так, используем время с пользой Ну, а что Михаил Михайлович скажет о мартовской паузе, которая, несомненно, заставила нашего собеседника искать новые формы подготовки команды к решающим матчам? Ну, сложно, конечно, когда вот большая пауза, где-то заинтересовать игроков, все-таки игровую деятельность эту сохранить Пробуем, но сейчас такое время, что, наверное, будем искать здесь, в городе, варианты, как с кем поиграть и что придумать, чтобы вот этот игровой тонус сохранить Вот, а дальше, скажем так, пойдет это нам на пользу или нет, время покажет Впереди полуфинальный рубеж, который наша команда должна преодолеть, ведь для этого есть потенциал у «Жемчужной Полесе» Мы, еще раз говорим, идем от матча к матчу Впереди ждем своих соперников, или Минчанка вторая, или Брест Команды ровные, игры непростые, поэтому это борьба за выход в финал А как она будет складываться, это будет зависеть от нашей работы Что до четвертьфинальных дуэлей, то, скорее всего, те команды, какие стояли выше в турнир на таблице пеленства И составят компанию в полуфинале «Жемчужные Полесе» и Минчанки Столичная волейбольная дружина наверняка встретится с могилевским коммунальником МГУ Который дважды на своей площадке обыграл грудненский коммунальный ГРГУ Эта серия началась упорнейшей борьбой, однако по мере ее развития преимущества мгельщанок Стало вырисовываться все четче Дарьи Бурак, по всей вероятности, не удастся блеснуть мастерством в родном Мозоре в полуфинале Ибо Минчанка 2 дважды уступила прибужью 1-3 и 2-3 Хотя во втором матче столичные волейболистки чуть-чуть не оставили встречу за собой Но все же характер команды с берегов Буга взял верх И для продолжения борьбы Минчанке 2 вначале нужно будет выиграть два своих домашних матча В группе Б во втором по классу дивизионе отличилась наша вторая команда В Минске дважды обыграв столичные дружины В начале с дороги Жемчужная Полесья 2 сумела справиться со счетом 3-2 с воспитанницами С дюшер волейбольного клуба Минск Затем волейболистки Республиканского, Государственное училище Олимпийского резерва 2006 года рождения Только сет смогли забрать у подопечных Елии Николаевича Шпаковского Сразу после игры наша команда отправилась домой А три волейболистки-воспитанницы с дюшер Жемчужной Полесья в Гродно на Перенество Беларуси Среди девочек 2006 года рождения и моложе В команду сборной Гомельской области, которая сформирована на базе победительниц областного Перенества Центр Олимпийского резерва Жлобин приглашены Элизабет Легкая Екатерина Христенко и Анастасия Павлюк Кстати, учащаяся Республиканского государственного училища Олимпийского резерва Но всегда волейболистка Специализированная детская юношеская школа Олимпийского резерва Мозорского нефтепроводающего завода «Жемчужная Полесья» Одного из ведущих белорусских центров подготовки волейболисток Ну что ж, дорогие друзья, как мы видим, наша главная команда хорошо тренируется Наша молодежь проводит свои игры чемпионата группы «Б» Ну и от профессионалов, можно сказать так, переключаемся на любителей Стартует чемпионат Мозорского нефтепроводающего завода Субтитры создавал DimaTorzok